Поэтому есть некая, не некая, серьезная политизация вот по географическому принципу, а сейчас и по политическим каким-то мотивам. Упрекать за это организатору Евровидения не стоит, в этом мы виноваты сами. Я это к тому говорю, что ну вряд ли нам удастся победить на этом конкурсе. Но раз не удастся, то вы правильно сказали, нас себя достойно представить. Достойно. Естественно, то, что подобные победы на уровне международном дают огромную гордость за страну, дают толчок в развитии даже не только культуры или спорта, а вообще даже экономики. И если подходить к этому серьезно, то действительно надо ставить только на победу. И надо смотреть, каким образом здесь можно изменить ситуацию. Например, вот быть может мы слишком академично подходим к этому выбору. Если это европейский конкурс, быть может нам приглашать европейское жюри, быть может нам приглашать людей, которые участвовали в этом конкурсе, и продюсеров, чтобы они отбирали белорусов, которые могут там выиграть. Либо выбирать так называемых фриков, которые могут шокировать, поразить чем-то Европу. И хотя бы, ну если уже не выиграть, то запомнится. Я абсолютно вас поддерживаю в этом мнении, и абсолютно нет препятствий к тому, чтобы действительно пригласить специалистов, которые скажут формат, не формат, выиграем, не выиграем, проиграем и прочее. Абсолютно вас поддерживаю и буду этому способствовать. Но этим должны заниматься конкретные люди, а не распространять фейки, что там уже наверху уже определено, кто поедет. Глупость полная, я никогда на это не пойду. Никогда. Когда мы делаем все честно и объективно, тогда мы о себе заявляем. Пример тому мисс Беларусь, мисс Мира. Все было честно, откровенно, да, я контролирую, видел этот процесс. И знаю, что там было честно. Знаю, какие были хитросплетения, и кто там чего-то хотел. Однако поступили честно, ну так и результат какой-то есть. Не так? Да, да, спасибо. Да. Вот у нас в культурном экспертизе...